Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Сегодня я снимаю продолжение рубрики «Горшочек не вари», которую заварила аж три месяца назад. Напомню, что в этой рубрике мы говорим о прикладной алмазной мозаике, то есть о товарах, где не просто выкладывается картина мозаикой, а где мозаика украшает какой-то предмет. В прошлом выпуске я уже рассказывала вам о 20 таких товарах, и сегодня на очереди следующие, нет, не 20, на этот раз 15. Да, я решила немножко упростить себе задачу, а заодно и оставить задел на третий выпуск, который обязательно будет. А еще я решила, что один из этих 15 товаров я покажу вам прямо сейчас, но не расскажу, что это такое. Об этом вы узнаете ближе к концу выпуска. Так что смотрите, думайте, угадывайте, где это может применяться в повседневной жизни, да еще и в стольких вариантах. Ну а пока вы думаете, я, пожалуй, начну. Первый товар в нашем списке это, не поверите, подушки. Да, это случилось, причем совсем недавно, так что ни отзывов, ни фотографий готовых работ пока что нет. Но судя по описанию товара, по заглавным картинкам, да, друзья, это подушки с алмазной мозаикой. Какие-то в полной выкладке, а какие-то в частичной. Очень надеюсь, что речь идет все-таки о декоративном применении, потому что сомневаюсь, что на алмазной мозаике можно нормально спать. Знаете, почему-то при этой мысли мне сразу представляются подушки с частичной выкладкой с петстразами. Представляете, нечаянно заснули на такой подушке, а наутро у вас контуры совы на щеке отпечатались. Или перо павлина. Смех смехом, но начало положено. Теперь будем ждать простыни с алмазной вышивкой, а там и до одеял недалеко. Запрос для поиска этих подушек я, конечно, оставлю, но имейте в виду, что отзывов пока нет, и, соответственно, информации о качестве и комплектации тоже. Хотя уже по описанию можно сказать, что сама подушка-то в наборы не входит, продается только наволочка. И вот меня терзают смутные сомнения, что сшит она из обычного холста для алмазной мозаики. То есть, если вам очень хочется такую декоративную подушку, возьмите любую алмазную картину подходящего размера и шейте эту подушку сами. Или пришейте эту картину к уже готовой наволочке. Конечно, очень интересно, приживется ли такое оригинальное использование алмазных картин, но время покажет. Вообще, опыт подсказывает, что товары с прикладной алмазкой далеко не всегда покупают для использования по назначению. Да и далеко не все эти товары относятся к категории часто используемых. Взять, к примеру, номер 2 из нашего сегодняшнего списка – ярлыки для багажа. Не знаю, как вы, лично я ни разу не видела, чтобы кто-то в аэропорту к своей сумке дополнительно пристегивал такой ярлычок с контактными данными. Хотя, в целом, идея неплохая. Или взять, к примеру, парковочные наклейки с номером телефона. Не спорю, вещь нужная и полезная, но сомневаюсь, что многие автолюбители в принципе задумываются о ее внешнем виде. Ну и готовы отдать 300 рублей за маленький кусочек бумаги. Кстати, многие продавцы прямо на Алиэкспресс выкладывают схемы этих парковочных наклеек. Их можно распечатать, заламинировать и выложить с помощью двустороннего скотча и остатков страз. Можно даже без печати обойтись, потому что схемы довольно простые. То же самое касается и товара под номером 4. Это закладки для книг. Но вот с ними у меня личные счеты. Как я сказала в одном из своих недавних видео, с открытием канала во мне проснулась любовь к чтению книг. Конечно, я стараюсь покупать в основном электронные книги, но иногда не выдерживаю и покупаю бумажные. Даже зная, что место на стеллаже уже давно закончилось. Все-таки бумажные книги обладают таким особым очарованием. Так вот, если я покупаю книгу в бумаге или мне ее дарят, то это всегда какое-нибудь красивое издание. Это книга, к которой ты очень-очень бережно относишься. Поэтому класть туда что-то толще картона, а тем более выкладку с крупными спецстразами я бы не хотела. К тому же, если это частичная выкладка, то мы знаем, что по краям страз обязательно будут остатки клея, которые могут приклеиться к страничкам. А это уже вообще ни в какие рамки. Хотя, признаюсь, еще до появления этих закладок на Алиэкспресс я видела такие закладки, вышитые крестиком, и хотела сделать такие же валмазки. Квадратными стразами, с полной выкладкой. Кстати, это должно было стать продолжением ролика, где я рассказывала, как выкладывать мозаику на холсте из ламинированной бумаги. Даже сюжет уже подобрала. Забавную гусеницу, выседающую на груди книг. Вы тоже можете найти множество классных сюжетов для закладок. Просто наберите в Pinterest схема крестиком закладка. Там вы найдете и простые узоры, и цветочные орнаменты, и чего там только нет. Но я от этой идеи отказалась, как только сделала пробную однотонную закладку. Все-таки она получилась слишком толстой, и при первом же использовании оставила небольшие вмятины на соседней страничке, так что шалость не удалась. Но буквально полгода назад я вернулась к этой затее, когда увидела в Галамарте вот такие стразы для ногтей. Они явно меньше тех, что мы используем в алмазке, а значит и закладка из них получилась бы потоньше. Но проверить это я так и не удосужилась. А ходить сейчас по Галамартам не лучшая идея. Думала о доставке, но доставка там от 500 рублей, а стразы довольно дешевые. Кстати, там есть еще такой же набор на 12 цветов, но с перламутровыми стразами. Так что, как видите, простор для фантазии немалый. Еще раз подчеркну, что эти стразы не подойдут для обычных наборов алмазной мозаики. Они заметно меньше. Их диаметр не 2,8 мм, а около 2 мм. Но если вы любите счетную мозаику и эксперименты, то дарю идею. Сама я до нее все никак не доберусь. Кстати, там же в Галамарте продаются сейчас алмазные наборы за 169 рублей. Размер 22х22 см, круглые стразы, полная выкладка. Это, конечно, не шедевры, но в качестве отдыхалочек или ожидалочек, если вы в ожидании очередного набора с Алиэкспресс, вполне себе ничего. И я только что поняла, что слишком уж далеко ушла от темы, так что давайте возвращаться. Да, закладки. На экране вы видите запрос для поиска алмазных закладок, но вместе с ним я оставлю еще два запроса. Первый на поиск обычных наборов с частичной выкладкой с петстразами. Если вам не нужна именно закладка, советую сравнить цены. За те же деньги можно купить обычный алмазный набор с приятным сюжетом и куда большей площадью выкладки. Если же вам нужны именно закладки, то советую поискать обычные картонные закладки. Вы удивитесь, сколько потрясающе красивых закладок продается на Алиэкспресс. За стоимость одной алмазной закладки можно купить набор из 30, а то и 50 оригинальных закладок из обычного плотного картона. Ну и раз мы заговорили о картоне, давайте сразу расскажу вам и про этот бумажный настольный мини-календарь. Сразу скажу, что у меня такого календаря нет, я пользуюсь только электронным, но, насколько я понимаю, такой бумажный календарь всегда открыт на странице текущего месяца. А алмазкой у нас выкладывается лишь обложка, которая все время использования будет не видна. Тогда вопрос, зачем это нужно? И какой смысл в этом наборе? А ведь сюда можно было заложить такую крутую идею. Представьте, что у вас есть календарь, где на страничке для каждого месяца вся площадь, ну, кроме рабочей области с клеточками, украшается алмазкой. Это было бы так здорово. Наступает июнь, вы переворачиваете страничку календаря, и у вас есть новая картина для выкладки. Пусть она будет и небольшой, чисто символической, хотя бы на часик-полчасика. Зато, сколько позитива можно вложить в этот процесс. Получается, что вы не просто переворачиваете листочек, вы уже вкладываете что-то в предстоящий месяц, вы его украшаете, настраиваете себя на позитивный лад. И вот весь этот потенциал, видимо, просто разбился в реалии. Да, я думаю, что эти календари делались в большой спешке уже зимой, поэтому и получилось вот так вот, тяп-ляп. Но, надеюсь, этой осенью китайцы эту идею доработают. Те же надежды я питаю и в отношении алмазных фотоальбомов. Посмотрите, эти фотоальбомы сделаны не книжками, как мы привыкли, а гармошкой. То есть, такой фотоальбом можно использовать как складную фоторамку сразу для нескольких фотографий. Опять же, идея интересная и оригинальная. Но, думаю, мы все понимаем, что таким способом нам просто пытаются продать дорогие фотоальбомы. Если мы попытаемся найти такие же, но без алмазки, стоить они будут не намного дешевле. Изначально это вообще наборы для скраббукинга. Кстати, вот запрос на их поиск. И продаются они тоже по цене что-то около 500 рублей. То есть, видимо, китайцы поняли, что стоит добавить немножечко алмазной мозаики на товар и продать его будет куда легче уже как DIY-набор. Хотя самого DIY-набор там кот наплакал. Вообще, у этой затеи есть тоже большой потенциал. Помните, я показывала вам алмазные паспарту от ArtSolo? Даже снимала отдельное видео про алмазные рамки. Вот все это, может даже в более скромной реализации, но можно было интегрировать и в фотоальбомы. Представьте себе фотоальбом, где на каждой страничке пространство вокруг фотографии это алмазная рамка, которую надо выложить. Притом продавец может положить в набор стразы одних и тех же размеров, но разных цветов, чтобы вы могли подстраивать алмазную рамку под цвета фотографии. Здорово же! И недорого для продавца, и сколько выкладки нам с вами. Но это скорее мечты. В реальности понятно, что все больше товаров будут обрастать алмазными выкладками, которые и не всегда к месту, и выкладки-то там от силы на полчаса. К этой же категории относятся и следующие несколько пунктов в нашем списке. Это и чехлы для солнечных очков. Вот они. И мини-зеркальца для макияжа. Бывают и квадратные, и круглые, и какие хотите. И, кстати, все эти товары подразумевают довольно частое использование. Их же все время достают из сумки, кладут обратно. А значит, велика вероятность, что стразы быстро отвалятся. Выходит, без покрытия лака не обойтись. То же касается и следующего номера из нашего списка. Это обложки для паспорта. И даже если вы не собираетесь его носить с собой и часто перекладывать из кармана в карман, лак все равно нужен, потому что со временем тот самый узенький слой клея вокруг страз потихонечку потемнеет от окружающей грязи и пыли. Ну и последний товар с малым количеством выкладки. Это коробочка для хранения пластиковых карт и визиток. Вообще я поискала, и эти коробочки для чего только не продают. И для хранения мелочей, и для хранения игральных карт, и чего там только не хранят. Но тут все то же самое. Хочешь продать коробочку, нанеси на нее пару стразинок и назови это рукодельным набором. Кстати, здесь площадь для выкладки совсем маленькая, примерно 5 на 5 сантиметров. За те же деньги можно купить пусть и частичную выкладку, но хотя бы на холсте 30 на 30 сантиметров. И это займет у вас не полчаса, а уже пару вечеров. Ну а мы перейдем к чуть более масштабным наборам. И на очереди у нас... Знаете, как это называется? Я тоже думала, что знала, но нет, я ошибалась. Оказывается, это портативный стаканчик для воды. Не больше, не меньше. Размер этого стаканчика 11 на 19 сантиметров. Выкладывается он с двух сторон, то есть это уже солидная площадь выкладки, но и цена не маленькая. За ту же цену можно найти наборы и 30 на 40, и 40 на 50 сантиметров, еще и в полной выкладке. Ну, по крайней мере, видно, что здесь производитель постарался. Выкладывается не маленький кружочек посередине, а вся доступная площадь. И на том спасибо. А мы идем дальше, и на очереди у нас подвески. Скажу честно, я не знаю, для чего они нужны, поэтому не уверена, что это прикладная мозаика, но знаю, что они были предшественниками некоторых видов светильников, которые также появятся в этом выпуске. Так что пусть будут. Главная особенность таких подвесок в том, что стекло для картины уже включено в набор, и вам совершенно не нужно заботиться об оформлении. Правда, судя по фотографиям готовых работ, сложно судить, что это за стекло, антиблик или нет. Судя по цене, вряд ли, так что, возможно, при сильном освещении работа за этим стеклом будет плохо видна. Кстати, помните мое видео про светящиеся в темноте одуванчики? Так вот, в продаже есть светящиеся в темноте подвески. И судя по фотографиям, здесь люминофором окрашивают не сами стразы, как делала я, а именно холст. Но на самом деле это уже не новинка. На Алиэкспресс уже появились и светящиеся в темноте часы, и светящиеся в темноте картины, так что подождите, скоро все-все-все будет светящимся в темноте. Ну а следующий пункт нашего списка для тех, кто не хочет ждать темноты, это алмазные светильники. Вот тут производители разошлись не на шутку. Еще в начале зимы я показывала вам вот такие светильники. И помните, тогда я говорила, что точно такие же, но без алмазки, продаются у нас в фикс-прайсе за 199 рублей. По качеству тех светильников можно понять, что же вам пришлют с Алиэкспресс. Мне показалось, что конструкция там очень хлипкая, и качество материалов сомнительное. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет. А дальше появились и подвески с подсветкой. Помню, было очень много таких с новогодней тематикой. Ну и совсем уже недавно появились вот такие светодиодные ночники. По размеру небольшие, 15 см в высоту. Хотя есть плюс в том, что выкладываются они с обеих сторон. В общем, как и везде, идея интересная, выкладки совсем немного. Но посмотрим, будут ли пользоваться популярности. А у нас осталось всего лишь два номера. И давайте самое интересное я оставлю на конец. А сейчас вы узнаете, что же такое я вам показала в самом начале. Это были наклейки для выключателей. То есть, таким образом, производители предлагают нам украсить свой интерьер. Но, к сожалению, я не нашла информации о том, многоразовая ли эта наклейка. Мне кажется, что здесь это было бы очень актуально. И как раз здесь очень жаль, что эти наклейки не светятся в темноте. Вместо этого в некоторые наборы кладут две малюсенькие светящиеся наклеечки на сам выключатель. Очень жаль. Выходит, что алмазная наклейка никакого функционала не несет. Просто декор. Ну что, готовы к самой ослепительной и невероятной новинке под номером 15? Вот она. Это трехмерная картинка-пазл, украшенная алмазной мозаикой. Не поверите. Год назад я наткнулась на один ролик, который назывался Paper Cut Light Box. Ссылку на него оставлю в описании. И там показывалась сборка одного в чем-то похожего, но куда более сложного набора из бумаги. Суть в том, что есть несколько слоев картины. На каждом из них начерчены контуры для вырезки. Вы их вырезаете, расставляете все слои в правильном порядке, подключаете ко всей этой композиции освещение и получается вот такая красота. Так вот я подумала тогда, а почему бы не сделать то же самое, но каждый слой выложить алмазной мозаикой и освещение сделать динамическим. То есть, чтобы внизу была спрятана светодиодная лента, у которой последовательно загорались бы разные диоды. По-моему, стразы бы тогда переливались и мерцали, и получилась бы очень волшебная композиция. Но я, как всегда, не довела свою идею до реализации, а Алиэкспресс уже успел сделать первый шаг. Конечно, исполнение пока так себе, да и сюжеты взяли только детские, и освещения никакого нет. Но я очень надеюсь, что идея получит развитие, и может уже к зиме мы увидим множество подобных волшебных панорам. Все запросы для поиска вы найдете в описании к этому видео. Надеюсь, вы прекрасно провели время в моей компании. А на этом я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!